По милости Божией, по заслугам Господа Иисуса Христа, по благодати Его, мы живем в мире, в котором нету открытого явного делослужения, то есть нету храмов, посвященных какой-то хамосу, астарте, мокошевелесу и всякой прочей нечисти, которая задуряет людям голову и люди поклоняют своей. В нашем пространстве этого нет. Но там есть какие-то формы делопоклонства, просачиваются в современную жизнь и язычество и делопоклонство будет развиваться, безусловно, по мере развития общей греховности человека. Но я все-таки повторяю, в пространстве нашей жизни идолов нет в таком привычном понимании, зато есть духовные идолы. Самый мощный из них, самый великий, самый такой требующий себе вечного поклонения и получающий себе это постоянное поклонение, это идол сребролюбия, это мотивировка действий подавляющего большинства людей, которые гоняются за деньгами, которым их вечно мало, которые служат этому раньше звону монет, а сегодня шелесту бумаг или даже виртуальным деньгам, переходящим, перетекающим с счета на счет, которые в руках не поддерживаешь. Сребролюбие меняет свои формы. Если в времена Авраама богатство измерялось верблюдами, волами и ослами, с котом полезным в хозяйстве. Вот оно, мое богатство, вот мои волы, вот мои овцы, вот я богат. Потом это стала денежная монета, значит металл, отсюда собственные слова, сребролюбие. Потом это стала бумажная банкнота, а потом что-то еще, что-то еще. Так или иначе суть остается та же. Это такой маленький, не маленький, это ложный божище, которому постоянно совершается окождение, коленопреклонение. Бывает на базаре, продают что-нибудь, вот я видел первую покупку, вырученную денежку, мне некоторые фокусники обмахивают первые вырученные деньги, ну что хочешь, курицу зарезала, там бабка продает, вот купили, у нее три курицы лежит, там одну из них купили, она получает банкноту, значит и этой банкнотой машет по всему своему товару, оставшемуся, целует ее, химичит, шаманит. Ты такое видел, правда видел это не в России, в тех местах не любят шаманить, то есть рядом по соседству. То есть какие-то такие ритуалы совершают, чтобы денежка пришла. Я видел, например, как цыгане на Пасху набивают деньгами эти корзинки с куличами, кропя куличи, чтобы и денежку покропили, чтобы она может размножаться, начнет увеличиваться. Это все, конечно, детское, наивное, глупое, народное, на самом деле дух сребролюбия это очень мощный дух, это душище вонючий, который требует себе постоянного поклонения. И мы работаем ему, а фарисеев, которые люто ненавидели и все думали, как бы его в слове уловить и осудить, сказано, что они были сребролюбцами. Поэтому многие проповеди свои, многие речи Господь направлял на избавление людей от сребролюбия. Говорил, ныне ты, фарисей слепой, очищаешь внешнюю сторону склянец или чванов, а внутри ты полон всякой нечистоты. Начните давать милость не с того, что у вас есть, и тогда у вас будет чисто внутреннее. Сребролюбие исцеляется подаянием, отдаванием. Человечек рождается, когда у него кулачки согнуты, и он рождается таким маленьким эгоистом, что весь мир в кулачки заберу, сейчас все будет мое. По мере жизни руки должны разжиматься, и признак мудрости – это разжатие руки, сжатие руки – это детство, детство души, это неразумие, это глупость. А вот разжимание руки – это признак взросления. Подумайте, насколько вы сребролюбивы, денег всем не хватает. Это два философских вопроса, которые в Одессе рассматриваются с незапамятных времен. Откуда берется пыль, куда деваются деньги? Пусть философы думают о том, что первично материя или сознание, в Одессе думают о других вещах, более серьезных. Миллионерам еще больше не хватает, чем простому человеку. Когда кризис ударил, то был такой анекдот, где человек, вышедший из очень дорогой машины, в очень дорогом пальто, подошел к мусорнику, к которому рылся, одетый очень грязно. «Как тебя зовут?» Говорит человек в дорогом пальто, вышедший из дорогой машины. «Вася, какой ты классный парень». «Какой же я классный парень?» «Я ноль». «Ты ноль, Вася». «А я минус пять лимонов». Богатым еще больше не хватает, еще больше не хватает. Это свойство богатства, иметь жадную душу, расширившуюся как углу. И вечно мало-мало-мало-мало-мало. А бедному что там не хватает? Как у Шуры Балаганова спросили, сколько ему нужно для счастья. Назвал какую-то ничтожную сумму, 135 рублей. Допустим. Так вот, я о том, что денег всем не хватает, но это ерунда. Их будет не хватать, но это тоже ерунда. Господь даст, лишь бы не лениться. А вот насколько мы порабощены духом сребролюбия, насколько мы уверены в том, что миром правят деньги. Потому что многие люди считают, что миром правит не Бог, а считают, что миром правит секс и деньги. Это символ веры современного идиота. Есть масса современных людей, которые считают, что секс и деньги правят миром. Это два мощных рычага на этом тракторе, на котором дьявол сел и миром погоняет. Неправда. Миром правит Господь и только Господь. И никто кроме Господа. А вот то, что люди поработились страстям и пустили сатану в мир свой и служат ему, исполняют его хитрые тайные повеления. Это правда. Бог смотрит на это все безобразие, терпит это, иногда вмешивается. В это так вмешивается, что нам больно становится. Так вот проверьте душу свою, насколько вы сребролюбивы, насколько вы служите мамоне, насколько вы сомневаетесь во всемогуществе Божьем и не сомневаетесь во всемогуществе денег. Если вы считаете, что Бог может не все, а деньги могут все, вы чистый идол служите. Чистейший. Вы враг Господа Бога и вы, по сути, находитесь во враждебном состоянии объявленной войны. Вот так. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok